Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! И при этом в таких местах нужно соблюдать определенные правила поведения. Но для начала давайте в нашем первом конкурсе мы с вами разберемся, какие же места мы можем назвать общественными, а какие нет. Я вам раздам несколько карточек. Держи, Веронечка, тебе. И тебе, Андрей. У каждого из вас на доске уже есть по две карточки. Одна красная, одна зеленая. Здесь слова и словосочетания, которые обозначают общественные места, либо необщественные. Под красной карточкой нужно распределить те картинки, на которых написаны общественные места, которые являются общественными местами. А под зеленые все остальные, то есть те, которые общественными не являются. Ясно? Под красной общественные, под зеленые все остальные. Каждый правильный ответ стоит фишку. А если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно получите еще целых две фишки. Итак, ребята, начали. Распределяем под зеленой не общественные места, а под красные общественные места. И Веронечка справилась хорошо. Андрей был первым, поэтому давайте-ка посмотрим. Так, общественные места здесь у нас, Андрей, автобус. Это действительно общественное место. Бассейн тоже общественный, школа общественная, магазин, конечно же. А здесь у нас еще тротуар. Правильно, все эти места являются общественными. Так, здесь мы распределяли не общественные. Скажи, Андрей, лифт это то место, где только ты можешь ездить в лифте, и никто больше? А, это общественные. Это общественные, да, поэтому здесь маленькая ошибочка у нас. Кухня, сиди, не надо, не надо уже ничего. Андрей, все, ты уже все, что мог, сделал. Сейчас мы будем проверять. Кухня, это действительно не общественное место. Хорошо. Моя ванная комната тоже сюда относится. Моя комната тоже, мой балкон. Хорошо. Подъезд, подъезд. Общественное место или нет? Общественное. Общественное, конечно. Вот, поэтому две посредине у нас. И дачу ты отнес к необщественным. Дача это действительно не общественное место. Итак, считаем количество правильных ответов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Плюс две фишки тебе, Андрей, за скорость. Итого 12. Итак, смотрим, проверяем, как справилась задание Вероника. Общественные места. Автобус, верно. Дача, неверно. Лифт, верно. Бассейн, подъезд, магазин и школа. Правильно, Вероника, здесь все верно. Одна ошибка всего лишь. Так, остальные все места. Моя комната, ванная, моя комната. Кухня, мой балкон, тротуар. Тротуар у нас общественное место. Правда, там ходит много людей. Итого, считаем, сколько правильных ответов у Веронички. Здесь два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Целых десять фишек. Ну что ж, сейчас будем получать эти самые заработанные фишки. Вероника, тебе сейчас я насчитаю десять штучек. Здесь у нас четыре, шесть. И еще четыре. И еще четыре. Десять. И Андрею 12 фишек. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, ну вот, первый конкурс у нас с вами сыгран. Ребята, в нашем первом конкурсе мы познакомились с таким понятием, как общественное место. Я вам уже говорила, что в общественных местах нужно придерживаться определенных правил. Это, конечно, не значит, что у себя в комнате или на кухне, или у бабушки в деревне нужно вести себя как попало. Но, тем не менее, в общественных местах нужно особенно внимательными быть. Кстати, ребята, вы молодцы, потому что каждый из вас отнес магазин к общественному месту и оказался абсолютно прав. А вот как себя вести в магазине в этом общественном месте, нам расскажет наш знакомый милиционер дядя Виталий. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте! 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 Сегодня мы поговорим о таком месте, как магазин. Вы там бываете очень часто. Или родители отправляют за хлебом, или сами забежите купить что-нибудь сладенькое. Как и в любом другом общественном месте, в магазине нужно соблюдать определенные правила, о которых я вам сейчас и расскажу. Прежде чем зайти в магазин, нужно пропустить тех, кто выходит. Если кто-то заходит за вами, нужно придержать дверь. Не стоит приходить в магазин с домашними животными, даже если вы их очень любите. Не стоит трогать продукты, которые не упакованы. Хлеб и фрукты не очень любят, когда их давят руками, мнут и чуть ли не на зуб пробуют. Толкаться в магазине тоже не стоит. Это признак бескультурья. Конечно, если вы случайно кого-то толкнули, ничего страшного, извинитесь, и неприятностей больше не будет. И если продавец разговаривает с другим покупателем, или считает деньги, не мешайте ему, пусть закончит. Вот такие простые правила поведения в магазине. Помогут вам правильно себя вести и избежать неприятностей. Ребята, а на сегодня это все. Я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Итак, ребята, у нас на сегодня осталось еще одно контрольное испытание. Последняя возможность заработать фишки. Сейчас мы посмотрим, насколько вы внимательно слушали дядю Виталий. Потому что вопросы, которые я сейчас буду вам задавать, как раз касаются того, о чем он вам рассказывал. Я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать. Кто хочет начать первым, поднимайте ручку. За каждый правильный ответ одна фишка. И за скорость одна. Послушаем тогда внимательно первый вопрос. Как правильно надо заходить в магазин? Сразу подсказка, что этот ответ состоит из двух пунктов. Кто начнет? Вероничка начнет. Отлично. Так, ну-ка. Ну, хочу сразу предупредить. Если вдруг полный ответ не удастся дать, то будет дополнять соперник, то одна фишка перейдет на его счет. Ну что, Вероничка, как нужно правильно заходить в магазин? Если кто-то за вами идет, надо придержать дверь. Это ты сказала, если кто-то сзади идет. А если впереди кто-то выходит из магазина, как нужно себя повести? Ну как, нужно первыми пройти или нужно пропустить? Нужно пропустить. Конечно, нужно пропустить тех людей, которые выходят. И потом, если вдруг за тобой идут люди, придержать дверь, чтобы дверь не ударила тех, кто идет. Ты первая решила ответить на вопрос, ответила на него правильно, поэтому зарабатываешь две фишки. Молодец. Следующий вопрос я снова читаю, а потом вы быстро решаете, кто будет отвечать. Итак, второй вопрос. Что нельзя делать в магазине? Кто отвечает первым? Так, Андрей отвечает первым. Хорошо. Андрюш, что нельзя делать в магазине? Нельзя толкаться. Правильно. Еще что нельзя делать? Домашних животных, если их любишь. Конечно. И еще об одном моменте говорил дядя Виталий. О каком? Нельзя, ну, это тронуть руками незапакованные продукты, их пробовать. Правильно, молодец. Все-все вспомнил, про что говорил дядя Виталий. Молодец. Поэтому две фишки честно заработанные. Держи. Следующий вопрос. Опять не забывайте, что на скорость кто первый решится ответить, тот ручку поднимает. Какие продукты в магазине нельзя брать голыми руками? Опять, Андрюша. Хорошо, слушаем. Пой ответ? Ну, которые не запакованные. Не упакованные. А еще перечислили нам какие еще конкретно? Хлебушек можно брать? Нет. Нельзя. И еще фрукты и? Овощи. Овощи, конечно. Хорошо. Хорошо, Андрей, ты уже все вспомнил. Молодчинка. Держи. Еще две фишки. Итак, ребята, последний конкурс на сегодня завершен. И нам с вами осталось лишь посчитать, сколько фишек вы сегодня заработали. Быстренько считаем. Кому нужна помощь, обращайтесь ко мне. По итогам третьего дня у Веронички 12 фишек и у Андрея 16. Клади, ставь. Итак, ребят, завтра у нас с вами последняя игра, финальная. Определиться победитель. Поэтому сегодня серьезно готовимся и встречаемся завтра. Место встречи тоже страна безопасности. Пока-пока, до встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин